Денис Павлович, впереди четвертьфинала Кубка, двухматчевое противостояние, Черкасса, это всегда интересно. Что можете сказать о сопернике и как готовилась наша команда к этому сопернику? Команда готовилась долго, перерыв все-таки длился у нас достаточно большое время, 20 дней это много, и игра с Запорожьим показала, что этот перерыв не очень хорошо пошел нам на пользу, но команде Черкасс мы готовились эту неделю, принципиально, наверное, для нас соперник, любая игра для нас непростая с Черкассами, и Черкасс имеет огромный потенциал, хороших игроков, хороший состав, бегущая, бросающая команда, неплохо организована как в нападении, так и в защите, я не думаю, что в Черкассах нам будет легко, тем более домашняя арена всегда команде помогает. МАУП новый игрок, это Максим Ившин, он провел там совсем немного времени, но как по-вашему он изменил игровой рисунок МАУП, изменил ли вообще? Тяжело сказать, изменил или нет, но какой-то агрессивности в нападении он, естественно, добавил, он довольно опытный игрок, умеет играть как наверху, так и на лоупосте, конечно, он добавил им ротации, и я думаю, что нам будет тяжелее остановить черкасских больших, их много, они очень здорово играют, нам придется искать где-то помощь и найти способы, чтобы ограничить количество их очков. Как избежать тех спадов, которые были в матче с Запорожьим в игре именно Днепра, и то есть, ну, черкассы могут не простить, если с Запорожьим это получилось все-таки выиграть, был большой гандикап, то здесь такого может уже не быть, как вообще избежать себя и обезопасить? Это чисто психологический момент, то есть, ребята посмотрели на счет и увидели, что игра уже сделана, и за три минуты мы очень резко упали в счете. Это больше психология, чем какое-то, мне кажется, даже физическое состояние игроков. Будем рассматривать эту игру как яркий пример и постараемся, чтобы этого больше не было, я имею в виду игру с Запорожьим. Но и расслабляться так, конечно, ни в коем случае нельзя. То есть, это только в расслаблении дело. Ребята просто остановились, решили, что Запорожье сдалось. Да, черкассы могут не сдаться, а потому нам нужно работать все 40 минут. Кубковое противостояние, оно двухматчевое, да, то есть, тут определяющую роль в итоге будет играть все-таки разница очков. То есть, насколько вы будете обращать на это внимание, может, в связи с этим, там придется как-то даже судить ротацию, да, и дать все-таки по возможности как можно более комфортное преимущество в счете получить. Посмотрим, как будет складываться игра. Я бы не стал загадывать какую-то разницу в счете или положительную, отрицательную. Посмотрим, как будет складываться игра. Все-таки у нас с приходом Антона Дзюбы немножко стала легче ротация. У нас появились игроки, которые могут выйти на замену. Тот же Андрей Мироненко. То есть, я думаю, что все равно мы будем давать и отдыхать ребятам, и будем держать темп. Думаю, что все будут на площадке.